А здрасте! А всем приветуленьки, у нас продолжается золотой колос. 5.30 утра и хрен пойми уже какой по счету день. Но это все не важно. Че, друзья, у нас за это время произошло? Во-первых, друзья, рейтинг и статистика. Ух ты, уже 197 часов я наиграл. Значит, через 3 часа будет рейтинг 23. Занятненько, однако. У нас один выполненный контракт на Лен, когда-то там в начале он появлялся. 54 куба обмолоченная площадь, кстати говоря, там по-моему 5, 10, 20, 40. Крен его знает, когда нам дадут еще единичку рейтинга, не помню. У нас в собственности 4 объекта, 4 мы выполнили ремонт. Монетки, в общем-то, все понятно. Если, друзья, мы заглянем в риелторское агентство, то северный тепличный комплекс у нас требует 24 единички рейтинга. У нас 22, надо где-то еще нафармить 2 единицы. Но у нас вышло обновление карты в очередной раз. Я, в общем-то, на спонсорском стриме уже о нем рассказывал. Из интересных изменений, во-первых, допилили автодрайв, вроде как, он теперь работает. Правда, у меня иногда все равно косяки случаются, но это не важно, хрен с ним. Теперь, во-первых, контракты будут выпадать чуть-чуть чаще. Во-вторых, контракты не будут выпадать на то, что мы не можем добыть. То есть сейчас не может появиться у нас контракт, например, на йогурт, потому что у нас не куплен молочный завод. То есть вот что реально мы можем сделать, на то у нас контракты выпадать и будут. Еще, друзья, появилась такая фишка, как снабжение. Если коротко, то заказ на снабжение обозначает, что нужно в течение какого-то времени, от 5 до 15 дней, по-разному, это рандомчик, подвозить определенное количество чего-либо куда-либо. И у меня, кстати, такой контракт выпал. И выпал он на пшеничку. Смотрите. Объем за день, есть такая графа, 15 кубов, почти 16. Цена за кубометр, она, конечно же, чуть выше, чем рыночная. Два рейтинга дают за выполнение этого контракта. Количество дней, 3 из 10. Уже идет третий день, то есть он мне выпал 2 дня назад. Я 2 дня туда отвозил. И надо 10 дней подряд вывозить по 15 960 порт на зерновой склад. Доставить до часа 10. То есть до 10 утра надо все это дело отвозить обязательно. Ну и привезено 0 литров, это за сегодня. Но этот контракт, ребята, будет выполнен только через 7 игровых дней. И, скорее всего, в следующей серии я еще до этого не дойду. Хотя времени у меня проходит довольно много. Но, также, друзья, выпал мне контракт на кукурузу. И я уже даже засеял поле с кукурузой. По контракту нам надо привезти сюда 80 кубов. Точнее, не сюда, а привезти 80 кубов. Так как рейтинг у нас 15, то мы уже можем покупать семена третьего сорта. Они дают чуть больше урожая. И, в общем-то, если верить вот этой вот снизу табличке, то у нас здесь должно быть 40 кубов. Это с седьмого поля. Оно с объединенными не работает. Поэтому погнали еще на шестое пройдемся и посмотрим, сколько там должно быть. С шестого еще 43. Если верить вот этим математическим подсчетам, то с этого поля у нас должно получиться как раз 80 с лишним кубов кукурузы. Также, кстати, что интересно, склады. Я собрал рожь. Тут был один урожай. 110 кубов. У нас два урожая пшеницы было. Но 30 кубов с этого урожая я уже вывез по снабжению. Ячмень и канола. Это, по-моему, что-то стыренное с чужих полей контрактов. Свеклы мы уже натырили. Тут 900 кубов. У нас полностью забиты склады и картофеля. Но сейчас я контракты стал меньше упарываться, поскольку работа на чужих полях, в общем-то, перестает, во-первых, быть интересной. Хотя мы будем продолжать это делать в любом случае. Но теперь не так, как раньше. Дело в том, что сейчас намного чаще будут выпадать контракты, которые будут позволять зарабатывать нам рейтинг. И, соответственно, мы сможем их выполнять, зарабатывать рейтинг. Также, кстати, друзья, из изменений интересных. Ну-ка, давайте-ка на базу поближе. Смотрите, где-то здесь должна быть штука. Во! Я поставил сюда охранника. Что-то они там немножко друг с другом переговариваются по рации. В общем-то, вот такая вот вышка охранная, она должна охранять наш дом, чтобы к нам не пробрались воры. Потому что уже был прецедент, да. Предлагайте, кстати, в комментариях имя этому челику. Будем его как-нибудь обзывать и будем ходить к нему в гости. А что здесь срочник-то делает, а? Это же солдат-срочник, работает на ферме. Понятно. В общем-то, рядовой, я не знаю. Предлагайте, короче, название к нему, да. Имя, точнее, название. Это же человек, какое название. Также, кстати говоря, про автодрайв, друзья. Много комментариев было на тему того, что нахера покупать каждой единице техники трактора, если место парковки назначается на прицепное устройство. Так вот, друзья, еще раз объясняю. Когда вы работаете по курсплею и ставите в меню, в меню курсплея, вот здесь дополнительные настройки, автодрайв для парковки. Когда вы пользуетесь вот этой штукой, то он едет на парковку трактора, не прицепного устройства, он едет на парковку трактора. То есть у меня на Fiat сейчас назначена парковка вот это место. И на Fiat, и на Chizel. Соответственно, если я прицеплю удобрялку, поеду, удобрю, хотя на удобрялке вообще не будет места, или будет вот место, где она сейчас стоит. После того, как он удобрит, он все равно припаркуется именно в это место. Это так работает. Если просто вы едете откуда-то и сами нажимаете на кнопочку парковки, то тогда, да, он едет на место парковки самой техники. Я понимаю, что довольно жирно покупать на каждую единицу техники свое какое-то, свой транспорт. Я, в общем-то, этот момент еще обмозгую потом. Но пока что, на данный момент, если у вас стоит парковка по курсплею, именно чтобы он ехал парковался после выполнения своей задачи, то в таком случае он едет на место парковки самого трактора. Поэтому нужно разные трактора. Но не суть важна, друзья, ладно. Значит, а какие у нас задачи на эту серию? Во-первых, нам нужно отвезти в очередной раз пшеничку в порт. Есть, правда, один косяк. Я бы мог это уже сделать, но не могу. Дело в том, что мы возим на Белореченский зоопарк порт на зерновой склад, а он принимает только с 6 до 12. Соответственно, мы ждем с 6 утра. Также, друзья, сегодня нам нужно убрать поле. И, соответственно, мы выполним этот контракт. Если там хватит кукурузы. Если не хватит, ну, будет херово. Я надеюсь, что хватит. Плюс, друзья, так как у меня наиграно уже 197 часов, то через 3 часа мы получим еще единичку рейтинга. И, в принципе, уборка поля займет часа 2 примерно. Вы прекрасно это понимаете. Пока что у нас техники нету. Я на самом деле думал о том, что пора бы уже приобретать комбайн. Но если мы получим плюс 1 за кукурузу и плюс 1 еще за игровое время, то у нас в сумме будет 24. А это значит, что мы можем уже приобрести теплички. А значит, техника подождет. Теплички важнее. Есть, правда, один косяк. Да, у нас всегда есть косяки. Дело в том, что теплички принадлежат Лукошкиной Марии. Я тут старался как мог выполнял контракты на ее полях, но проблема в том, что у нее есть только одно поле. Поле 23. А когда у человека одно поле, там не так много контрактов. Кстати, может быть сейчас там есть что-нибудь интересное? Я бы взял. Культивация есть. Хм, занятно. Мы принимаем этот контракт, разумеется. Ну и в общем-то, какой у нас дальнейший план действий? Надо убрать поле, надо закультивировать чужое поле. Получим 50 лояльности. Я надеюсь, что она сильно жопится не будет, потому что ждать я не хочу. Кстати, у нас здесь есть дохрена семян. Извести есть. Удобрения немножко есть. Но это неважно. В общем-то, цель у нас купить теплички сегодня. Я надеюсь, она их продаст. Денег у нас почти в два раза больше, чем их номинальная стоимость, этих теплиц. Если что, монеты есть, если она вдруг откажется. А поле это, друзья, мы уберем на стриме. То есть я сейчас запись прерву. Пойду посмотрю Гран-при Бахрейна, потому что это очень интересно. Через полчаса это все дело стартует. Так что да, после гонки мы проведем стрим, на котором уберем поле и закультивируем 23-е. И может быть еще какой-нибудь контракт выполним. Там, я не знаю, посмотрим. Ну и потом я уже продолжу запись этой серии. Так что сейчас белый шум, и мы возвращаемся, когда поле будет убрано. А здрасте еще раз. А прошел у нас стримес. И сейчас тут Нью-Холланд работает на контракте. На чужом поле, на третьем. Собирает овес. Я их только запустил, только закончил стрим. В общем-то эти ребята работают, у них все прекрасно. Что мы, друзья, сделали на стриме? На стриме мы собрали кукурузу. С нашего поля, которую я собирался собирать. И сейчас там уже даже, кстати, работает... Кто там работает? Фиатик тут работает и культивирует. А, кстати, уже тоже почти закончил. Ну, не почти закончил. Черт, известь нужна. Ну, вот как так-то, нехорошо. Ладно, сейчас поставим его посыпать известью. Не его, а другой трактор. У меня есть посыпалка для извести. Вот этот трактор мы поставим, да. Где-то здесь была наша эта штука для извести. Вот. Я, правда, ей еще поля удобрял, контрактные. Но сейчас она пустая. Замечательно. Вот неудобно сделано, конечно, пополнение вот этой вот штуки. Не работает оно, в общем-то, по автодрайву. Надо кнопочку тыкать. Но нормально. Ничего, мы справимся. Соответственно, что мы делаем? Мы делаем вот так вот. Нам надо на склад. Где у нас известь? Известь. О, вот так вот. Теперь оно есть. Загружаем известь. И, в общем-то, смотрите. Мы собрали кукурузу. И с этого поля, с нашего большого, получилось 114 кубов. Этого, друзья, хватит, чтобы выполнить контракт. Потому что контракт, контракт, контракт у нас на 80 кубов. На же Д-станцию. И нам опять не хватает техники. Что поделать? Что поделать? Трактора не хватает еще одного. Потому что этого я сейчас поставлю посыпать поле известью. А отвести тракторов нету. Можно, кстати, взять в аренду... Точнее, не взять в аренду, а позаимствовать статру, которая работает на контракте на третьем поле. С помощью нее по-быстрому отвести. Почему бы и нет? А еще, кстати, на стриме мы покосили вот это вот поле слева. Ну, как мы покосили? Я запустил косилку, и она сама все сделала. Тут, кстати, уже скошено довольно много раз. Не знаю, раза 4, может 5. Тут травы много. Скоро я ее все отсюда соберу и загружу в силосную яму. Я думаю, что это тоже на стриме будет сделано. Надеюсь, будет весело. Что, деньги-то нам нужны? Что поделать? Деньги нам нужны. Так, дружище, смотри, ты будешь работать вот отсюда. Вот отсюда вода. Тебе надо сделать маршрут на пополнение. Хоть он и пополняться нормально не будет, но он, по крайней мере, будет сам туда ездить. Надо будет зайти только в меню, нажать кнопочку его заполнить, и он поедет дальше все доделать. У нас семена загрузка. Давай, со стартовой точки едь работай. Меня зачем обсыпал-то, падла? Ладно. Известь, короче, посыпается, тут тоже все нормально. Знаете, давайте и правда вот этот вот, вот этого товарища сейчас используем для того, чтобы отвести контракт. Поеду-ка я даже сам ручками сделаю, а для вас будет таймлапсик. Нормально же я придумал, правильно? Погнали. Продолжение следует... Хоп, и контракт у нас выполнен. И еще пол-литрика оставалось в кузове. Вот так это работает. Соответственно, друзья, отправляем этого товарища работать на поле, где он уже работал. Да, у меня в хранилище осталось немножко овса. Но ничего страшного. Наша задача сейчас... А, кстати, да, рейтинг посмотреть. Да, второй контракт. И, кстати, 200 часов у нас уже тоже стрельнуло. Соответственно, 8.09 утра. Друзья, самое время идти в риэлторское агентство. Перемещаемся мы вот сюда. И самое время покупать... Черт, а чего у меня деньги? А, у меня известь не тратится. Понятно. Ну и ладно. Автоматическое пополнение стоит. Я случайно. Но уже хрен с ним, пусть стоит. Северный тепличный комплекс. Номинальная стоимость у него 547 тысяч. Лояльность всего лишь 45%. Не знаю, как это повлияет. Но, в общем-то, мы запрос сделаем в любом случае. Надеюсь, что он в ближайшее время... Ответ нам придет. А не в 5 утра. В 5 вечера. Как это иногда бывает. Итак, друзья, у нас пришел ответ на запрос. Там еще срочный груз выпал на подсолнечник. Но я срочные грузы, знаете ли, не очень люблю возить. А еще у нас завершилась работа по посыпке извести. Да, я мотал время, потому что я не удержался. Товарища этого мы отправляем на базу. Пускай едет. А сами идем в риэлторское агентство смотреть, что у нас там. По нашему запросу. Потому что это важно. Тут мне не терпится. У нас есть 274 тысячи денег. 874, точнее, пардон. Лояльность не так хороша, но есть золотые монетки, если он откажется. Если она откажется. Хоп. 717 тысяч. Да, цену она задрала. Но ничего не поделаешь. Надо покупать. Потому что лояльность вот эту нафармить будет тяжело. 157 тысяч у нас осталось. Это неплохо. Ну и, значит, соперемещаемся мы к нашему тепличному комплексу. В общем-то, кто играл в 17-ю ферму на этой карте, те знают, что здесь у нас происходит. Здесь у нас, значит, сохранятся удобрения. Здесь у нас склад для всякой продукции. Здесь у нас грунт хранится. Старый, который будет. Здесь его можно выгружать. Выгружать старый грунт. И здесь выгружать грунт. Здесь будет свежий грунт. Соответственно, у нас есть 7 тепличек. И эти теплички нужно все заполнить грунтом. А также купить рассаду. Грунта хватает на 3 раза. То есть мы покупаем на садовом центре обогащенный грунт. Засыпаем его сюда. В каждую теплицу надо по 100 кубов. Кстати, да. 700 кубов грунта это много. Это все возить, не перевозить. И засаживаем рассады. После того, как урожай у нас соберется, он будет храниться вот на этом вот складе, который перед нами находится. Можно будет засыпать удобрений, точнее полить удобрениями. И этот грунт использовать еще раз. А потом еще раз. Всего 3 раза. На четвертый уже нельзя. Этот грунт уже будет непригоден. Его надо будет отсюда увозить на садовый центр. Сейчас 12 часов дня. Скорее всего на садовом центре этого самого грунта у нас скорее всего-то и не будет. Обогащенный грунт. А это склад. Мне склад не нужен. Можно в ценах посмотреть. Точно. Обогащенный грунт. В наличии 373 куба. Маловато. Хотя можно кстати и купить и начать его сюда отвозить. Не суть важна. В общем-то у нас да, есть теплички. Я всех с этим поздравляю. Потому что теплички это здорово. Соответственно появятся у нас еще и контракты на теплички. Я не знаю, что я буду из рассады сюда засаживать. Потому что во-первых на рассаду нет денег. Как бы это все прекрасно у нас в целом не было. Так, садовый центр. Ты мне нужен. Вот сколько здесь грунта осталось. Но нас сейчас нет интересует. Нас интересует рассада. Покупается она вот тут. Здесь возвращать рассаду. Рассаду возвращать можно, это прекрасно. Смотрите. Вот такая вот у нас есть рассада различная. Клубника самая дорогая. Но у нее и ценник. Потом за кубометр тоже самый большой. Рейтинга у нас уже стало 2. А, ну да. Мы купили теплицы. Рейтинга стало еще плюс 1. Вот томаты, огурцы, баклажаны и клубника. На 70 тысяч тут не разгуляешься. Которые у нас останутся после покупки грунта. Это не очень хорошо. С другой стороны по сути дела у нас есть целые сутки еще. Хотя в 2 часа грунт завезут. Но я люблю знаете ли. Пассивная с утра. Уборочная с утра. Соответственно есть тут у меня дохренящий контракт. Вон на удобрение. Можно будет подняться нормально так. И на тюковку появились контрактики. И уже поля посозревали. 22-ое. Осталось ли оно у меня? Да. На 24-ом опять появилась трава. На 36-ом опять трава появилась. Плохо. Ладно. Короче говоря. Есть контракты на тюковку. И можно будет с ними поразвлекаться. Также тут много контрактов на хлопочек. Это классно. Я люблю хлопочек. В общем-то я да. Буду развлекаться дальше с контрактами. Соответственно еще буду ждать какого-нибудь контрактика до утра. Прежде чем что-либо посеять. Хотя можно будет в принципе сейчас что-нибудь посеять. Еще время 12 часов только. Я не знаю что. Чтобы утром была уборочная. Или нет. Я буду ждать. Я буду ждать. Да. Кстати. Еще наше поле надо удобрить. О чем я совсем забыл. Поле 6-7. Тут кстати сделали такую штуку. Что сейчас чужие поля удобрять нельзя. То есть по контракту вот этой штуки. Теперь это не сработает. Но наше поле мы удобрим с помощью самолетика. Поле 6-7. Вот. Самолетик улетел. Все прекрасно. Вот этот товарищ у нас тут работает. Он потом припаркуется. Все у него будет прекрасно. В общем-то тогда знаете что? Вот этот день. Вот эти вот сутки. Которые игровые идут. Я буду продолжать играть в контрактики. Это будет весело. Может быть для спонсоров проведу какой-нибудь стримец. По всему этому делу. Привет самолетик. Здравствуй. Сейчас он тут тоже все польет. И все будет прекрасно. А потом мы еще раз польем. Это когда у нас будет все засеяно. И будет два слоя удобрения. И извести есть. Тоже все прекрасно. Так вот. Что я там говорил? Я говорил о том, что буду развлекаться с контрактами. Что-нибудь засею. Что-нибудь засею в теплице. Офармлю денег на контрактах. И мы встретимся уже когда будем что-нибудь покупать. Опять-таки интересное. Посмотрим как там оно что будет. Потому что я честно говоря без понятия как оно там что будет. Но на данный момент у нас нет денег на известь и рассаду. На рассаду и на грунт. Грунтом я закуплюсь в 6 утра. Когда будет следующий довоз. А известь мы вот так вот разгружаем все. И она высыпается. Это прекрасно. Так вот. Что я говорил? Черт. Тяжелый сегодня денек какой-то. Вот с контрактами я еще буду дальше развлекаться. Буду выполнять различные контрактики. Я беру обычно все контракты кроме посева. Вот на посев. Потому что его автоматизировать нельзя. Я как правило не беру. Вот. Для спонсоров проведем скорее всего стримец как-нибудь. Дальше тоже будем развлекаться с этим всем делом. И будет нам всем весело. Соответственно. Кто хочет все это посмотреть. Может приобрести спонсорскую подписку. Она стоит копейки. И спасибо всем спонсорам за поддержку. Кто уже это сделал. Ну а в следующей серии будет что-нибудь другое. На данный момент мы купили теплички. И будем с ними дальше играться. Да. Может быть какой-нибудь контракт появится. На какие-нибудь овощи. На томаты. Я не знаю. На огурчики. На баклажаны. И мы сможем с этим всем заниматься. Да. Как он здесь так посыпал и поливал. Что здесь не удалилась известь. Криноз знает. Еще удобрено. 52-53 процента. Странное дерьмо. Ладно. Я знаю почему так случилось. Потому что в этом месте кукуруза не убралась. Игра думает что здесь кукуруза. Соответственно здесь уже было удобрено на 100 процентов. И дальше оно не удобрилось. Если с точки зрения науки это объяснять конечно. Вот. Ладно. Я тут уже много лишнего наговорил. В общем-то друзья. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте про лайкусики. Пишите что-нибудь в комментариях обязательно. С вами друзья. Был Никита Дилэй. Всем всего доброго. И пока-ки.